всем привет в этом видео будет немножко про перекрестки с круговыми движениями потому что еще в семнадцатом году вступили правила в силу что мол главное по кольцу но еще не везде главное по кольцу сейчас мы подъедем перекрестку здесь на борщаговке одно из них как раз и главное не по кольцу до сих пор и еще одно на левой бережке тоже вам покажу его ну и немножко еще про право дорожного движения там немножко изменения были тоже вам расскажу кто не в курсе значит по порядку пройдусь ну вот смотрите сейчас будет первое кольцо на борщаговке который я вам говорил сейчас посмотрим что здесь по знакам но вот берите главное здесь не по кольцу видно да что она вот так идет вдоль ну то есть ответственность она идет туда скорее всего у них и оттуда то есть ну это но должно быть круг как бы нарисован тоже круг и нарисованы здесь камаз видите сломал сообщение в тему и ничего не видно на туда машина едет вот это сейчас из-за камаза надо будет аккуратно вылазить смотреть чтобы никто не вклипал и по сути дела если главное пошла оттуда вы поняли то соответственно надо и оттуда у людей идет вот такая тема то есть это в принципе даже и не кольцо знак это кольцо не было вот здесь уступи дорогу стоит но здесь видно я сейчас другой стороны еще подъеду бы бывает знаете где-то знак висит это не висит но если кольца знак знак нет круговое значит они круговое вы не легает штука но по факту с виду это круговое подстава какая но сейчас с другой стороны подъеду и потом с 3 там с трех сторон можно посмотреть смотрите еду к этому же кольцу но уже с другой стороны это кстати борщаговка семеренко улица и турблоини скажем да вот семеренко идет и турблоини вот сейчас подъезжаю я вообще никакого знака не вижу знака нет знака нет ничего нет ни одного за столбами на деревьях ничего не вижу вообще ни одного знака вообще дичь какая-то просто ничего вот я проехал вот знак главное это уже на вот этот пересечения поняли у кто отсюда выезжает вот это туда уже знак то есть он за перекрестком по всем за он уже на следующий перекресток распространяется вообще знаков не было никаких 0 вот такая круговое то есть это уже вполне круговое просто когда-то это было кольцо они просто знак кольцо не поставили сейчас еще в турблоини попробуй заехать там развернуться и так но развернулся еще раз еду смотрите еще раз к этому же кольцу но здесь главное это на это пересечение да не но вот кольцо но типа кольцо ни одного знака за деревьями ничего нет на деревьях ничего вообще никакого знака кто кому-то должен чего тут должен вообще непонятно если кольцо понятно главное по кольцу если не кольцо вроде как я для них помеха справа но там у них на заезде есть знак уступи дорогу на заезде но когда пока по кольцу идешь уже ну типа по кольцу знак это никакого нет вообще непонятка ну то есть реально представьте вот я еду я заглядыв со всех сторон нельзя четко понять кто кому уступает быстро ты не определишь как вообще ученикам там проезжать уже ли нельзя знаки повесить блин дичь какая-то главное знаки кольцо убрали то есть это типа не кольцо но теперь по девчей разберись как там ехать называется в общем с одним кольцом разобрались кольцо оказалось не кольцо поедем сейчас еще на левобережку кстати покажу вам кадры как я чуть в аварию не попал там одностороннее движение было я поворачиваю на право голова естественно смотрю лево что посмотреть ездить кто-то ну понятно по одной сторонке я же не думаю что по встречке кто-то будет ехать а там обзор закрыт я заворачиваю туда слава богу в нужный момент я поворачиваю голову вижу как меня уже пусть я резко в тормоза успеваю останавливаться мне аж вообще там в под бросила просто понимаете то есть но еще немного я чувака просто вклипал смотрел бы немножко дольше влево просто ну долбанул бы человека как бы опять же таки вина была не моя потому что ну я это захожу в свой ряд скажем да то есть односторонка там никого не должно быть и никто не ожидал что туда будет ехать машина поэтому все нужно смотреть хоть у вас главное хоть вы едете по односторонке да то есть не факт что кто-то поедет вам лобешник и потом придется это все разруливать и хорошо есть страховка и так далее кстати по поводу страховки когда подходит сроку к окончанию страховка как бы до автоцивилка начинает наяривать сразу страховые компании но напоминать о том что у вас заканчивается срок и зачастую наяривают страховые компании не те которые не та страховая в которой ты ну застрахован а вообще какие-то левые то ли они продают базу друг другу то ли непонятно в общем как пытается переманить тебя называть какие-то там цены сладкие там и так далее но вы с прежде чем согласиться скажем на какую-то сладкую цену да там они предлагают вы зайдите на хоть на финансы и посмотрите то есть посравнивайте цены потому что очень может быть что он предлагает а к примеру страховку с очень высокой франшизой и у меня многие спрашивали кстати что такое вообще франшиза франшиза это та часть которую вы по любому заплате при дтп то есть примерусь я сейчас его догоняю впереди идущую машину примеру учеб всего там на 2000 гривен да там страховая почитал 2000 гривен у меня франшиза две с половиной тысячи то получается страховая вообще ничего не заплатит. Я просто заплачу сам эти 2 тысячи. Вы поняли? Или там, к примеру, ущерб на 5 тысяч, из них 2,5 франшиза, значит, страховая заплатит 2,5 и 2,5 я. Вы поняли какая штука? А может быть, нулевая франшиза. И с нулевой франшизой страховка стоит дороже. И, к примеру, если я догоняю машину и там ущерб на 1000 гривен, то у меня франшиза нулевая, я ничего не плачу, вообще все платит страховая. То есть вот такая вот штука. Чтобы вы понимали, что вам могут предлагать дешевле, типа, но там франшиза вообще какая-то огромная. Поэтому заходите, смотрите, что вас тоже страховики не разводили, понимаете, какими-то сладкими ценами. То есть зашли, посмотрели. Онлайн-страхование получается дешевле еще за счет того, что, ну понятно, что вы приходите в страховую компанию, там нужно заплатить за аренду офиса, зарплату человеку, а тут получается оно онлайн. На почту вам приходит, то есть вы заплатили кредитной карточкой, вам на полис страховой пришел прямо на почту, вы его с мобильного можете показать, захотите распечатать, а хотите нет. Ну то есть в таком плане, поэтому получается там в разы дешевле. В общем ссылочку на Ходлайн Финанс я оставлю в описании к видео. Кому будет интересно, заходите, посмотрите. Кстати, чуть не забыл, по моему промокоду INS50 на любой полис будет скидка 50 гривен. Немного, но тем не менее приятно. Еще очень частый вопрос по поводу колец, можно ли съехать с кольца не из крайнего правого ряда. То есть в Украине можно. То есть в России там, да, у них другие правила, у них там только с крайнего правого ряда, хотя они съезжают тоже там со всех рядов, только у них это нельзя, а у нас можно. Только не забывайте, что если вы съезжаете не из крайнего правого, а со второго ряда, то и преимущество имеет машина, которая движется дальше по кольцу. То есть если вы со второго съезжаете, по правому ряду идет машина, ей нужно уступить. Про кольца спрашивают часто в комментариях, и в видео где-то я съезжаю не из крайнего правого, мне тоже люди пишут, что я не съезжаю не из крайнего правого, все дела, там, мол, надо с крайнего правого. То есть это все в России, ну, либо там еще в каких-то странах. То есть в Украине написано в правилах, по-моему, 10.5, по-моему, пункт, можете посмотреть, я еще посмотрю на экране, вам напишу, чтобы уже как бы не соврать, по-моему, 10.5, что разрешено съезд любого ряда, но преимущество движения имеет машина, которая едет по кольцу. Ну, в общем, ставлю вам ставочку. В общем, как я и говорил, пункт 10.5, выезд перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст помех транспортным средствам, движемся в попутном направлении справа. В общем, то же я вам рассказывал. Смотрите, вот это уже левобережное, но здесь знак уже есть, вот вижу круговое движение, знак есть. Здесь, видите, конец главной, уступи дорогу, ну, тут пока все правильно, то есть все правильно. Ну, вот вижу уже знак, там, как бы же, главное идет, вот, когда бачочком, смотрите. Так, сейчас человека, он чуть не увидел, за этими кольцами смотришь, за этими знаками. Сейчас, смотрите, тут, наверное, снимаю сейчас. Смотрите, значит, вот этим уступаем, ну, понятно, все логично, главное, по кольцу здесь идет. Но вот здесь есть один прикольчик такой, я вам покажу, одно пересечение не главное. Вот было одно пересечение, дальше по кругу иду, смотрите, здесь регулируется светофором, светофором и уступи дорогу, вы поняли? То есть, если бы светофор сломался, здесь было бы уступи дорогу, а вообще логично должно быть главное, потому что главное по кольцу должно быть. На случай, если ломается светофор, уже нелогично. То есть, главное должно быть по кольцу, вот такая штука. Смотрите, поехал я дальше, зеленый, и смотрите, что здесь происходит. Я еду по кольцу, и у меня уступи дорогу, вы поняли? и вот отсюда едет машина я и должен уступить дорогу поняли какая штука он там автобус едет ролейбус едет он останавливается ему красный все я поехал а должна быть главное вы поняли да какая штука то есть не все кольца до сих пор в 2020 году в киеве не все главное и съезжай как я говорил что можно с любого ряда вот я съехал тоже не с крайнего права я съехал со среднего в средний то есть опять же таки если вы съезжаете не из крайнего правого то есть со среднего то вы старайтесь также в среднем потому что с вами одновременно сижать несколько машин и вы должны попасть в отряд в котором вы ехали ну и бывает еще на кольцах стоят знаки направленного движения по полосам то там понятно что как бы как заехали так и съехали чтобы не получилось что вы с левого ряда поехали в правый понимаете а там по правому туда едет и вы кого-то подрезали то есть в таком плане ночью по кольцу по левый бережный вы поняли вначале вы подъезжаете у вас уступить дорогу потом светофор потом уступить дорогу потом опять главное на себе дальше пошел по кругу там было бы опять главное ночью вот такая штука то есть 2020 год не все кольца главное причем народ пишите в комментариях кто знает еще такие места где главное не по кольцу потому что я знаю два вот борщаговка но выяснилось что не круговое пускай ладно и вот здесь уверен еще есть места которых я не знаю я бы их показал чтобы люди были в курсе но и сам бы по крайней мере без знал потому что бывает едешь на расслабоне ну ладно вроде по кольцу ты едешь тебе что-то прилетит там понимаете теперь по поводу изменений в правил дорожного движения то что я говорил что добавилось то есть добавилось что теперь таксисты имеют право ехать по полосе для маршрутных транспортных средств это случилось еще по моему 5 2020 года в мае но пару месяцев назад грубо говоря то есть официальное лицензированное такси имеет право ехать по полосе для маршрута то есть понятно что нельзя поставить просто шашечку на крышу и шуровать хотя я уверен так оно и будет происходить понимаете то есть шашечку поставил там и по полосе валит опять же таки вопрос какой с пассажиром он имеет право ехать либо без пассажира по сути дела он пустой по своим делам петляет официально claimed по разделу и это ты пробки стоишь тоже получается некрасиво хотя с другой стороны вроде логично человека вызвал такси чем впрочее стоять он как бы ну это сервис к женда определенный он сел как бы до себе и поехал до сумму без пробок скажем да попала совет по полосе для маршрутных транспортных средствам и в пробочке там едем скажем да это логично конечно что было если он пустой опять же такие как пустойа esimo на заказ надо поехать человека забрать он себе едет на заказ по разделу и так же так причем посадка выставка пассажиров у него теперь разрешена на полосе для маршруток ехать официально если он официально может для маршруток вы поняли по полосе в общем такая тема мы в пробочках будем стоять смотрите покажу вам еще такой момент видите знак для маршруток да вот я сейчас еду по полосе для маршруток и многие скажут что я мол нарушаю и кто не знает знаки читается снизу вверх под низом табличка и стали считает табличка потом за визитим молоточки такие нарисованы то в рабочие дни 6 до 8 нельзя ехать по этой полосе 6 до 8 в рабочие дни это полоса для маршруток сейчас суббота anniversary и праздничные дни понятное дело что можно ехать даже если сегодня был рабочий день 6 до 8 нельзя ехать вас только все остальное время можно ехать поэтому вроде как я еду по полосе для маршруток но при этом я ничего не нарушаю потому что знак разрешает ехать в это время и тут так еще прикол я знаю что полиция не проверяет лицензии такси то есть у него официальная лицензия или нет в таком плане поэтому ну любой таксист поставил себе шашечку едет то есть как бы носия полиция имеет право проверить него лицензию то тогда нормально да не могут как бы останавливать проверять а если они имеют права то любой таксист шашечкой просто все валит да и все как вы поняли какая тема но чем чуть-чуть получается не камильфо как говорится да то есть немножко обидненько скажем в таком плане. Ну, в общем, такая информация. В общем, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто подписался уже на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений. Также подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на Instagram. Ссылочки, как обычно, в описании к видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!